Бесерия 47 Матфея 13.34 488 Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчей не говорил ничего. Да сбудется реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста мои, из реку сокровенное от создания мира. Евангелист Марк говорит, что Христос проповедовал им слово в притчах, кто сколько мог слышать. Но Евангелий смотреть, чтобы показать, что проповедовать в притчах не есть что-либо новое, приводит пророка, которым предсказан этот способ учения. И вместе, чтобы открыть нам намерение Христова, с каким он беседовал в притчах, именно не то, чтобы оставить слушателей в неведении, но то, чтобы возбудить их к вопросам и присовокуплять. И без притчи не говорил им. Хотя Христос о многом говорил без притчи, но в настоящем случае без притчи он ничего не говорил. И однако же никто не вопрошал его, хотя часто вопрошали пророков, как-то из Икиилии и многих других. Теперь не предложили ему ни одного вопроса, хотя сказанного достаточно было к тому, чтобы озаботить слушателей и побудить к вопросам. Даже угроза величайших наказаний, высказанная в притчах, не произвела на слушателей никакого впечатления. Вот почему Господь оставил их и ушел. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступивши к Нему, ученики Его сказали, «Изъехни нам притчу о плевелах на поле», и ни один из книжников не следует за Ним. Отсюда видно, что они следовали за Христом единственно с намерением уловить Его в слове. Но так как теперь они не понимали того, что было говорено, то Господь оставил их, и приступают ученики Его с вопросом о притче плевел. Досели, хотя они и желали узнать, но боялись спрашивать, откуда же теперь явилась у них смелость. А они слышали, что вам дано знать тайны Царствия Небесного. Потому и спрашивают наедине не из зависти к народу, но исполняя закон владыки, который сказал, «А им не дано знать». Но почему, оставив притчу о закваске и о горчичном семени, они спрашивают именно о притче плевел? Те притчи оставлены ими как вразумительнейшие. Изъяснение же этой притчи желает слышать, потому что она имеет близкое отношение к сказанной перед ней, и причем намекает на нечто большее, чем прежнее. Христос не сказал бы одной и той же притчи дважды. А они видели уже, что в последней притче заключается великая угроза. Потому и Господь не только не укоряет их, но и пополняет сказанное прежде. И о чем неоднократно замечал я, что притчи не должно принимать буквально, иначе можно прийти ко многим несообразностям. Тому же Самый Господь научает теперь нас в изъяснении притчи, отступая от буквы. Он не говорит, что таковы пришедшие к Господину рабы. Но давай разуметь, что они изведены только для сообразности и полноты изображения, опускает эту часть притчи. Изъясняет только нужнейшее и самое существенное. То самое, для чего притча произнесена. Чтобы показать именно, что Он есть Судья и Господь Вселенной. Он же сказал им в ответ, сеющий доброе семя, есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия. А плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва из контина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирает плевелы огнем, сжигают. Так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие. И вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияет, как солнце царствия отца. Их кто имеет уши слышать, дослышит. Итак, если сам он есть сеятель, сеет на собственном поле, из своего царства собирает, то ясно, что настоящий мир ему принадлежит. Размысли же, как неизреченно его человеколюбие, как он готов благотворить и как далек от того, чтобы наказывать. Когда сеет, то сеет сам. Когда же наказывает, то наказывает через других. Их именно через ангелов, тогда праведники, воссияет, как солнце в царстве отца их. Это не значит, что они будут светиться точно, как солнце. Но так как мы не знаем другого светила, которое было бы блистательнее солнца, то Господь употребляет образы для нас известные. В других местах Господь говорит, что жатва уже наступила. Так, например, когда говорит о самарянах. Возведите очи ваши и посмотрите на нивы. Так они поспели уже к жатве. И еще, жатва много, а делателей мало. Итак, почему же сказал он там, что жатва уже наступила, а здесь говорит, что жатва еще будет? Потому что слово жатва берет в разных значениях. Почему так же, сказавши в другом месте, что иной сел, а иной жнет, здесь говорит, что сеющий есть сам он? Потому что там, говоря перед иудеями и самарянами, противополагает апостолов не себе, но пророкам. Так как он сеял и через пророков. Точно так же, иногда одно и то же, он называет и жатвой, и сеянием. Принимаете слова в разных отношениях. Когда он разумеет благопокорность и послушливость слушателей, тогда, как окончивший свое дело, называет это жатвою. Когда же ожидает еще только плода от слышания, тогда именует это сеянием, а кончину жатвою. А как в другом месте сказано, что праведники восхищены будут первыми? 1 Ф. 4.16 Точно они и первые восхищены будут в пришествии Христова. Но сперва грешные преданы будут наказанию. А потом уже праведные войдут в Царство Небесное. Праведникам точно надлежит быть на небе. И Господь придет на землю, будет судить всех людей, произнесет над ними приговор. Потом, подобно некоему царю, восставшись со своими друзьями, поведет их в блаженное наследие. Видишь ли, что наказание будет сугубое. Должны будут гореть и видеть себя отчужденными от славы. Но для чего же, наконец, когда народ разошелся с апостолами, Христос беседует в притчах? Для того, что они, будучи вразумлены сказанным прежде, могли уже понимать притчи. Потому-то, когда по произнесению притчи он и спрашивает их, «Разумеете ли все это?» Они отвечают, «Да, Господи». Таким образом, притча, кроме прочего, произвела и то, что апостолов соделало проницательными. Что же Господь говорит? Далее. «Еще подобно Царству Небесное сокровище, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царству Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царству Небесное неводу. Как высый горчичное зерно и закваска имеют малую разность между собою, так и здесь сходны две притчи о сокровище и о бисере. Обеими этими притчами показывается то, что проповедь должно всему предпочитать. В притчах о закваске и о горчичном зерне говорится о могуществе проповеди и о том, что она совершенно победит Вселенную. Настоящие же притчи показывают важность и многоценность проповеди. Подлинно она расширяется подобно горчичному дереву, превозмогает подобно закваске, многоценно как бисер и доставляет бесчисленные удобства подобно сокровищу. Отсюда мы научаемся тому, что надо мне не только прилежать к проповеди, отрешившись от всего прочего, но что даже должно это делать с радостью. И отрекающийся от своего имения должен знать, что это есть приобретение, а не потеря. Видишь ли, и как проповедь сокрыта в мире, и сколько в проповеди сокрыто благ. Если не продашь всего, то не купишь. И если не имеющий, ищущий, и заботливой души не имеешь, то не найдешь. Итак, для тебя необходимо, во-первых, отказаться от житейских попечений, и во-вторых, быть весьма бдительным. Сказано, кто ищет добрых жемчужин. То есть, одна есть истина, и она немногосложна. Как обладающий бисером сам знает, что он богат, но для других часто бывает неизвестно, что у него в руках бисер, потому что он невелик. Так можно сказать и о проповеди. Обладающий ей знает, что они богаты, но не верующие, не понимая цены этого сокровища, не знают о нашем богатстве. Но чтобы мы не слишком полагались на одну проповедь, и чтобы не подумали, что одной веры достаточно нам ко спасению, Господь произносит новую грозную притчу, такую же именно притчу о неводе. Еще подобно царству небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнился, вытащили на берег, и севшие хорошие собрали сосуды, а худое выбросили вон. Чем различается эта притча от притч о плевелах? И там одни спасаются, а другие погибают. Но там одни погибают от принятия вредных учений, а другие, о которых сказано выше, от невнимания к Слову Божию. Здесь же причиной погибели бывает порочная жизнь. Так погибающие всех несчастнее. Они и познания приобрели, и уловлены были. Но при всем том не могли спастись. В других местах говорится, что отделяет сам пастырь. Здесь же приписывается это ангелам, как и в притче о плевелах. Что же это значит? То, что Господь беседует с учениками иногда менее, иногда более возвышенно. И эту притчу изъясняет он не по просьбе учеников, а по собственному изволению. Притом истолковал одну часть ее, и тем увеличил страх. Чтобы ты слышал, что злых извергли только вон, не почел такой гибели еще не опасную. Христос в изъяснении указывает образ наказания, и говорят, что ввергнут в печь, где будут скрежет зубов и несказанные мучения. Видишь ли, сколько путей к погибели? Камень, терния, путь, плевел и невод. И так не напрасно сказано, что широкий путь, ведущий в погибель, и многие входят им. После того Господь заключил речь свою угрозою и присовокупив многое тому подобное, потому что он особенно занялся этим предметом, и спрашивает апостолов. Поняли ли вы все это? Они говорят ему так, Господи. И за такую понятливость снова восхваляет их, говоря, он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Подобно этому сказал он и в другом месте «Пошлю к вам премудрых и книжников». 492. Видишь ли, что Христос не исключает Ветхий Завет, но хвалит и превозносит, называя его сокровищем. И так несведущие в божественных писаниях не могут быть названы людьми домовитыми. Они и сами у себя ничего не имеют, и от других не заимствуются. Но томясь голодом не родят о себе. Впрочем, не они только, но и иеретики, лишенные этого блаженства, потому что из сокровища своего не выносят ни старого, ни нового. У них даже нет старого, а потому нет и нового. Равно не имеющее нового не имеет и старого, но лишенные и того, и другого, потому что новое и старое соединено и связано между собою. И так, все мы, не родящие от чтения Писаний, послушаем, какой терпим от этого вред. И какую скудость! В самом деле, когда мы приведем в благоустройство дела свои, как? Если не знаем тех самых законов, по которым должно приводить их в благоустройство. Богачи, влюбленные до безумия в богатство, часто выколачивают свои одежды, чтобы их не подъела моль. А ты, видя в себе забвения, губительные моли, повреждающие твою душу, не прибегаешь к Писанию, не истребляешь в себе язвы, не украшаешь своей души, не глядываешься пристально в образ добродетели, не рассматриваешь членов ее главы. И действительно, добродетель имеет и главу, и члены, благолепнейшее всякого стройного и красивого тела. Что такое, спросишь, глава добродетели? Смиренно мудрее. Потому и Христос начинается смиренно мудрее, говоря, блаженны нищие. Вот глава добродетели. Она не имеет ни волос, ни кудрей, но так прекрасно, что привлекает самого Бога. На кого возрю, говорит он, только на кроткого, смиренного и трепещего пред словом моим. И еще, очи мои на кротких земли, и еще, близ Господь к сокрушенным сердцам, Глава эта вместо волос и косы приносит жертвы, благоприятные Богу. Она золотой жертвенник и духовный алтарь. Жертва Богу – дух сокрушенный. Она – матерь премудрости. Кто ее имеет, тот и все прочее иметь будет. Итак, видишь ли главу, какой ты никогда еще не видывал? Хочешь ли видеть, или лучше узнать, и лицо добродетели? Смотри же сперва в его румяный, красивый и весьма приятный цвет, а потом узнаю, от чего последний происходит. От чего же именно? От того, что добродетель стыдливо и всегда краснеет. Потому и сказал некто, прежде стыдливого предваряет благодать. Это сообщает большую красоту и всем прочим членам. И хотя бы ты смешал тысячи цветов, все не произведешь такой красоты. Если хочешь видеть и глаза добродетели, то посмотри, они тщательно очертаны скромностью и целомудрием. От того-то они так прекрасны и проницательны, что видят самого Господа. Блажен и чистый сердцем, говорит он, ибо они Бога узрят. У стажа добродетели суть премудрость и разум и знания духовных песнопений. В сердце ее есть глубокое ведение писаний, соблюдение истинных догматов, человеколюбия и добродушия. И как без сердца невозможно жить, так без исчисленного теперь невозможно спастись. Отсюда рождается все доброе. У добродетели есть также свои руки и ноги, явление добрых дел. Есть у нее и душа, благочестие. Есть у нее золотая и тверже адаманта грудь, мужество. Легче все одолеть, чем сокрушить эту грудь. Наконец, дух, пребывающий в мозгу и в сердце. Любовь. 493. Хочешь ли покажу тебе образ забродетелей в самых делах? Представь этого самого евангелиста, Матфея. Хотя мы не имеем полного описания жизни его, однако и в немногом можно видеть блистательные его изображения. Что он был смирен и сокрушен сердцем. О том слышишь от него самого, когда он в Евангелии называет себя мытарем. Что он был милостив, заключая из того, что отвергся всего и последовал за Иисусом. Что он был благочестив, это явно изучение его. И по написанному им Евангелию нетрудно также судить о разуме его и о любви, потому что трудился для целого мира. Доказательством добрых дел его служит престол, на котором он имеет воссесть. Мужество же видно из того, что он от лица Синедриона возвратился, радуясь. И так поревнуем такой добродетели, особенно же смиренно мудрые и милостыми. Без которых невозможно спастись. Доказательство тому пять дев, равно как и фарисеи. Без девства можно видеть царствие, а без милостыни никакой нет к тому возможности. Милостыня всего нужнее. В ней все заключается. Потому-то мы не без причины назвали ее сердцем добродетели. Но и самое сердце скоро умирает, если не сообщает всему духа. Подобно как загнивает источник, если нет из него постоянного стока. То же случается и с богатыми, когда не удержит у себя свое имущество. Потому-то вошло и в общую поговорку. Много добра гниет у такого-то. Напротив, не говорим, что у него большее изобилие, несметное сокровище. И обладающее богатством, и самое богатство подвержено гниению. Одежда лежа ветшает, золото ржавеет, пшеницу изъедают черви. Душа же, обладающая всеми этим, больше всего ржавеет и сгнивает от забот. Если и хочешь вывести на позор еще душу сребролюбца, то найдешь, что она подобна одежде, которая изъедена тысячами червей, и на которой не осталось с целого места, вся так же источена заботами, сгнила и проржавела от грехов. Не такова душа убогого. Убогого произвольно. Она сияет, как золото, блестит, как жемчужина, светет, как роза. К ней не прикасается ни моль, ни вор, ни попечение житейское. Точно как ангелы живут убогие. Хочешь ли видеть красоту такой души? Хочешь ли узнать богатство нищеты? Душа убогого не повелевает мужами, но повелевает демонами. Не предстоит царю, но предстало богу. Не воинствует с человеками, но воинствует с ангелами. Не имеет одного, двух, трех, двадцати сундуков, но имеет такое изобилие, что целый мир вменяет ни во что. Она не имеет сокровища, но имеет небо. Не нуждается в рабах, напротив, ей раболепствуют помыслы, обладающие царями. Помысл, владеющий, облеченным в багреницу, до такой степени боится бедняка, что не смеет поднять и глаз своих. Произвольно убогие и над царским венцом, и над золотом, и над всем тому подобным смеется, как над детскими игрушками. Все это кажется ему столь же презренным, как и колеса, и кости, и камешки, и мячи. Он имеет такое украшение, которого не могут даже видеть, забавляющиеся этими игрушками. Итак, что же лучше этого убогого? Ему подножием служит небо, а если таково подножие, то сам рассуди, что ему служит покровом. Скажет, что нет у него коней и колесниц, но ему какая в том нужда, когда он имеет шествовать на облаках и быть со Христом? Итак, размысливши об этом и мужи, и жены, взыщем этого богатства, этого неиздеваемого имущества, да сподобимся получить царствие небесное по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.